Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжаем разговор на тему родовых переплетений в жизни женщины. Зовут меня Наталья Чумакова. У нас в Москве просто очень сильный дождь сейчас идет. Надеюсь, у вас все хорошо и вы в соком месте находитесь. Итак, я напомню, мы вчера с вами говорили о том, как появляются люди, которые уже во взрослом возрасте все еще находятся в некой детской позиции. То есть такие взрослые дети. И если вы вчерашний эфир не смотрели, он сохранен в ленте, в IGTV-канале. И вы можете посмотреть полчасика, когда, думаю, будет интересно, полезно, познавательно. Поскольку с такими ситуациями в наших семьях мы сталкиваемся очень часто. Это связано именно с историей нашей страны. Я говорила об этом вчера. И смотрите, то есть когда ребенок не получает в детстве внимания матери в должном объеме, он именно внимания ему не хватает. Он видит, что чтобы он не делал, никак ситуация не меняется. Мать холодна, мать устала, мать отсутствует или мать занята. То он видит, что его воля никак не влияет на окружающий мир. И он как будто бы перестает брать на себя ответственность. То есть он перестает быть взрослым человеком в этом случае. И вот такие взрослые дети, когда они создают семьи, то часто это бывают какие-то созависимые отношения. В семьях часто ругаются, выпивают, может быть, дерутся, может быть, нет. Но это свойство именно недостаточно зрелых личностей создавать такие отношения. И вот представьте, если мама находится в такой позиции, или будущая мама, давайте вот с будущей мамой я сегодня расскажу немножко подробнее. Если женщина вдруг узнает, что она беременна, именно не всегда, но очень часто такие женщины либо пугаются вот этой ответственности, что им придется стать мамами, иногда они думают об аборте. И ребенок такой женщины еще с внутриутробного периода очень часто, я просто в своей работе с этим сталкиваюсь, очень часто получает некую даже вот внутриутробную травму, когда он чувствует, что мама боится, что с мамой не все в порядке, что его жизни угрожает опасность, и он должен маму как будто бы спасать. И такой ребенок всю жизнь чувствует, что он маме уже после рождения, что он маме должен, что он должен маму спасти. И такой ребенок, он чувствует ответственность за свою маму. И я вчера вот такие кружочки рисовала, да, вот вчерашний рисунок взяла, может быть не очень понятно, да, но вот здесь кружочек родитель, да, взрослый и ребенок. Это вот, допустим, мамин такой рисунок, да, то есть в маминой психике, да, есть такие части, да, из которых она себя может проявлять. И вот в пространстве ребенка, да, есть точно такие же части. И, по сути, мы вначале должны прожить опыт ребенка, да, затем из этого у нас вырастает некий взрослый со своими принципами. Это та часть нашей психики, которая уже достигает цели, берет на себя ответственность, учится это делать, да, то есть это вот такая деловая наша часть. И уже родитель, это который может брать ответственность за других людей, заботиться о других людях, да, а в этом случае человек не проживает, да, опыт ребенка, он как будто бы сразу переходит в роль родителя, да, то есть такой появляется рано повзрослевший взрослый, да, или травмированный родитель, да, можно сказать. И это очень частая ситуация, женщины очень часто приходят с таким запросом, да, они чувствуют, как будто бы они маме своей что-то должны, как будто бы они не могут бояться быть счастливыми, успешными, да, поскольку мама страдает, мама несчастная, и подсознательно, они злятся на это, может быть, да, но подсознательно могут чувствовать, что как будто бы они должны своей маме что-то, как будто они должны свою маму спасти. И вот эта вот привязка, она энергетическая очень сильно, конечно, мешает, во-первых, человеку жить своей жизнью И человек как будто бы, ну, женщина, да, в данном случае мы с вами о женщинах говорим Хотя мужчина это тоже касается Но человек, он не находится, да, на своем месте, он не получает свою энергию, да Он как будто бы всю энергию свою, все свои достижения, да, все свои устремления кладет, да, к ногам своей матери И пытается сделать ее счастливой И для кого это актуально, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, о чем идет речь Может быть, у вас есть такое чувство, да, что вы ждете, да, когда ваша мама будет счастлива Это может быть по-разному совершенно Такой женщине может казаться, да, что она как будто бы должна своей маме показать Что как можно быть сильной, как можно быть независимой, как можно быть успешной Да, если мама страдала всю жизнь, ну, и сводила концы с концами, да То в этом случае женщина как будто бы хочет своей маме доказать, да, что может быть совершенно по-другому Если мама была зависима, да, кстати, взрослые дети, если женщина находится в позиции взрослого ребенка Очень часто она привязывается, да, к своим партнерам И если вдруг наступает разрыв отношений, да, то вот это я перескочила, да, сейчас обратно Если вы поняли, я надеюсь, то в этом случае, вы знаете, вот у нее возникает вот эта вот травма, да, страх одиночества Когда она была в детстве одна, брошенная, чувствовала себя, да И при расставании у нее возникает вот этот страх смерти То есть она любой ценой готова сохранить самые такие разрушительные отношения, да, самые токсичные, да, отношения И готова жить с алкоголиком, да, или с мужчиной, который дерется И она готова наблюдать Иногда спрашивают, как мать могла допустить, да, что отец бьет детей, да, или отец пьяный приходит домой А на самом деле вот эта вот травма, да, очень глубокая, она не позволяла ей отношения прервать И вот такая мать, она очень привязана к своему ребенку, но привязана таким образом Она как будто бы рядом, да, но при этом самого ребенка не видит, да Она как будто бы стремится слиться с ним, да, чтобы чувствовать эту безусловную любовь Но при этом не понимает, что ребенок от нее отделен, да, и ребенок совершенно другой И такие мамы могут давать советы своим взрослым детям, да, совершенно, ну, не прошенные, да, может быть Они могут давать какие-то подарки, да, или там еду приносить, да, которую они бы хотели сами получить, да Но они понимают, что детям это совершенно не важно и не нужно, да Поскольку они вот именно не из любви, да, вот такой истинный это делают, а из привязки, да, то есть они вот хотят слиться Хотят почувствовать вот это вот единство, да, то есть единение, перестать чувствовать это одиночество, да, но при этом отдельность ребенка не чувствуют И вот такой вот ребенок, вырастая у такой мамы, он, женщина, да, прежде всего, она вот из того страха, который у нее сформировался еще в раннем детстве Она стремится все самоконтролировать, она стремится везде быть главной, первой, начиная со школы, да, получать хорошие оттенки Оценки, здравствуйте, ага, отвлеклась на комментарии Получать хорошие оценки, достигать, да, то есть быть на доске почета, быть самой первой, чтобы получить признание, похвалу, да И именно почувствовать, да, вот эту вот любовь, которой ей не хватало именно в самом раннем детстве И, конечно же, она, во-первых, с точки зрения финансов, она вот старается держать все в руках А поскольку мы не можем контролировать все обстоятельства, мы не можем контролировать курс доллара Мы не можем контролировать пандемию, да, мы не можем контролировать работу предприятия, да Если, допустим, мы где-то на работе работаем, да, и пошли вдруг сокращение, да И мы никак не можем это контролировать И в этом случае вот человеку, да, в такой позиции рано повзрослевшего родителя Ему приходится очень трудно и сложно, поскольку он находится в постоянном страхе Он не защищен, вот эта вот энергия от мамы, защиты, забота у него не идет У него нарушено именно базовое такое доверие, да, к жизни И он постоянно находится в страхе, он не понимает, что с ним будет дальше, да То есть как в детстве он боялся, выживет он или нет, да, что мама решит Он не знал также, вот это состояние может присутствовать в течение жизни, да Страх за финансы, страх о том, что будет дальше Желание все контролировать И, конечно же, такая женщина, да, в позиции травмированного родителя Она может создать отношения только созависимые отношения с мужчиной Который вот находится в позиции ребенка, да, который рос у сильной мамы Может быть у одинокой мамы И такой мужчина, он какой? Он раздолбай Он лентяй, он, ну, неуспешный мужчина, это точно Может быть мужчина выпивающий, да, то есть мужчина с зависимостями И такая женщина, она будет его спасать любой ценой И стараться его как будто бы продвинуть, да Но при этом она подсознательно знает, что мужчина ее слабее, да То есть она изначально, когда входит в отношения Она чувствует, что мужчина, ну, он для нее как ребенок, да То есть она чувствует, что мужчина это не тот человек, на которого можно опереться, положиться Почему? Потому что мужчина-то может и совершенно по-другому проявляться Но именно ее пространство не позволяет мужчине вырасти, да То есть мужчину можно, женщина способна, да, мужчину дорастить своего А как-то ей самой ради этого, да, нужно встать, прежде всего, вот в руле ребенка рядом со своей мамой Для того, чтобы в эту позицию правильно войти И, конечно же, такая женщина может устать от таких отношений Она может решить, что мужчина не тот Пойти в следующие отношения Но плюс-минус, да, мужчина будет проявлять себя точно так же И этот же самый мужчина с другой женщиной, да, которая в другой позиции находится Может вести себя совершенно иначе Вижу ваши сердечки, вижу, что вам откликается Спасибо за сердечки, цветочки Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите, да Чтобы мы могли именно в вашей теме проводить обсуждение И смотрите, такая женщина очень часто остается одна, да, поскольку она понимает Что, в принципе, ну, мужчина это не тот, на кого можно положиться, да То есть она изначально, даже вот я с такими девушками иногда общаюсь, если провожу консультации То они говорят даже, что когда они вступали в отношения, они понимали, что это ненадолго Да, то есть они понимали, что эти отношения рано или поздно закончатся Они выходили замуж, да, или просто жили с мужчиной Потому что так принято, да, потому что нужно завести ребенка А вот ребенка уже завели, и, в принципе, мужчина не очень нужен, да И такая женщина, она может обустроить свой быт, да То есть создать себе там некий уют, комфорт Но иногда ей уже страшно создавать новые отношения, да То есть вроде бы говорят о том, что нужны отношения, нужны отношения А ей не нужно, да, на самом деле, на подсознательном уровне Она к ним не готова, она подсознательно может опасаться, что мужчина придет и разрушит ее комфорт, да То есть точно так же, как мы не можем контролировать коронавирус, да, курс евро Точно так же мы не можем контролировать другого человека, да, по-настоящему Мы его можем контролировать, если мы находимся, да, в позиции контролера, да Или спасателя, да, или травмированного родителя И партнер, он как ребенок, да И такая женщина, она может сетовать, что муж слабый, ничего не хочет, никуда не двигается На самом деле, на подсознательном уровне это выгодно Она хочет мужчину контролировать, да Она хочет управлять им Но истинные партнерские отношения, да, в таком случае невозможны То есть невозможно выстроить отношения на уровне души, да, вот в такой позиции Это всегда будут отношения созависимые И в глубине души мы можем чувствовать, мы всегда знаем, что такое материнская любовь, да Мы всегда на самом деле в глубине души знаем, что такое любовь мужчины и женщины, да То есть партнерская любовь У нас это понимание откуда-то есть, да То есть самая первая лекция, я говорила, откуда оно есть и откуда оно берется Но оно возможно только если мы с партнером создаем отношения Если мы сами, да, стали уже цельной, зрелой личностью Если у нас гармонично развиты, да, вот эти вот все три части, да, нашей личности Мы можем создать с партнером отношения, да, вот только на этой линии, да И вот этими линиями уже укреплять, да То есть мы с партнером можем только по горизонтали, да, выстроить гармоничные отношения Но если вот такая женщина остается одна, например, у нее появляется, ну, ребенок, да, есть в этот момент И она понимает, что мама на самом деле с ней сливалась в детстве, да, но мама ее не замечала И она может решить, что я хочу стать для своего ребенка лучшим другом, да, и она тогда как будто бы о ребенке заботится, да, то есть она разговаривает со своим ребенком, да, то есть ведет такие очень интересные беседы, контактирует и так далее И ребенок маме доверяет свои секреты, но что происходит в этом случае? В этом случае между мамой и ребенком возникают вот эти взаимоотношения на уровне взрослый-взрослый И что будет в этом случае? В этом случае, конечно же, никто для ребенка не станет ближе, чем мама, да, и такая женщина, да, если у нее очень такая привязка с мамой, очень близкие отношения с мамой То она будет искать папика, да, который о ней позаботится То есть точно так же она не сможет построить вот такие гармоничные взаимоотношения Но для мамы это также не очень хорошо, поскольку если у нее на роли партнера, да, ее ребенок находится, то ей, конечно, создать еще одни отношения, да, если такая цель у нее есть, ну, практически невозможно Потому что вот это родовое переплетение занимает место партнера в ее жизни Друзья, ну, вот такая информация, надеюсь, я понятно ее излагаю на курсе Родовой поток Мы будем говорить об этом подробнее, будем говорить о разных ситуациях Их может быть очень много, разных видов родовых переплетений И если у вас какие-то вопросы возникают, да, вы можете их задать, написать Я же расскажу еще сейчас об одном аспекте, который довольно часто встречается, да, вот в семьях именно с родовыми переплетениями И смотрите, если у дочки с мамой, да, вот такие взаимоотношения на уровне партнерства То в этих отношениях места папе нет, да, то есть очень часто, может быть, вы замечали, в семьях начинают разрушаться отношения именно с появлением ребенка Почему это происходит? Потому что, допустим, живут мужчина и женщина, да, появляется ребенок И если ребенок, если у мамы есть родовые переплетения с ее родителями, с ребенком автоматически возникают родовые переплетения, да, вот такие И если они возникли, да, вот по горизонтальной линии, то тогда папу как будто бы подсознательно из семьи выталкивают, да И в этом случае либо с папой вот такие тоже как бы будут энергетические привязки, либо со знаком плюс, либо со знаком минус Что это значит? Либо отец, ну вот если к девочке, да, например, взять, он может воспринимать ее не как ребенка, да, а как именно партнера, да, то есть на уровне партнерства И в этом случае отец может относиться либо как к своему парню, да, к дочери, то есть, ну вот не как ребенку, да, не заботиться о девочке Не баловать ее, да, там, не, ну, опекать, да, каким-то образом, как ребенок не воспитывать, а именно как к своему парню, да, то есть относиться И таким образом, ну, психика девочки, ну, для нее это не очень хорошо, да, то есть такие девушки становятся вот в свои парни, да, то есть с такими мужественными привычками очень сильными Либо отец может чувствовать, да, вот эту вот конкуренцию, да, подсознательную, энергетическую, я сейчас говорю, да, то есть никто это на уровне сознания специально не делает Эта энергия срабатывает автоматически, да, то есть если в одном месте так, значит в другом месте вот так То есть если здесь нарушения не энергетические, автоматически они возникают с родителями, с партнерами, да, то есть энергия, она как в сообщающихся сосудах Вот в поле семьи движется, да, и дает вот такие искажения на уровне энергетической системы Если взаимоотношения с отцом со знаком минус, да, то отец может очень жестко, да, к дочери относиться Там могут быть, ну, либо просто холодно, да, к ней относиться, исключать, избегать Либо это побои могут быть, да, то есть именно вот виной здесь тоже родовые переплетения могут быть А если отец к девочке относится хорошо, да, и вот именно в тот период, когда развивается сексуальность ребенка, да, то есть когда дети начинают самоидентифицироваться, да, в плане того, что мальчик, ребенок или девочка, да И, конечно же, девочка проявляет внимание к папе, и если в этот момент между взрослыми отношения не очень хорошие, да, то иногда отцы тянутся к своим дочкам, да, и вот возникает такое слияние И в этот момент Юнг описывал эту ситуацию как комплекс электро, да, то есть у взрослой женщины может возникать привязанность к отцу И в этот момент она как будто бы конкурирует с мамой за внимание отца Ну, это опять же все подсознательно происходит И непонятно почему она может чувствовать, что мама относится к ней холодно Мама ее, ну, как-то обижает, да Почему? Потому что отец приходит к дочери, дарит ей подарки, дарит ей внимание, а маме этого не хватает, да И вот такая подсознательная, ну, подсознательная, конкурентная такая ситуация может возникать в этом случае И что происходит с такой девочкой во взрослом возрасте, да, если вот такое переплетение сохраняется Эта девочка понимает, что так или иначе, даже папа, если проявлял к ней внимание, так или иначе мама главная в этой ситуации Мама всегда в отношениях с папой, да, и она чувствует, что она как будто бы проиграла, да То есть вот если были травмы определенные в этом возрасте, на курсе родовой поток я подробнее об этом рассказываю, да, об этой ситуации И вот если эта травма или комплекс электро у девочки сохраняется, то во взрослой жизни она может говорить о том, что вы знаете, я встречаю только женатых мужчин Только женатые мужчины проявляют ко мне интерес, никаких других мужчин нет И это один случай, да, то есть на самом деле в ее подсознании, в ее энергетическом поле есть запрос на отработку вот этой вот травмирующей связи, да И, то есть на самом деле даже не мужчина, да, нужен конкретно, она просто других мужчин не видит, да, ее подсознание не позволяет ей других мужчин увидеть Она видит мужчин, которые заняты другой женщиной, да, потому что у нее запрос на отработку вот этой вот конкуренции, да То есть она не пережила гармоничный этот период в детстве, да, и подсознание, да, создает ей эти ситуации вновь и вновь во взрослой жизни Либо женщина может выйти замуж, но так или иначе, рано или поздно она чувствует, что у мужчины кто-то есть, да И иногда она, особенно это вот после опять же рождения ребенка, да, очень часто может возникать, да, то есть как будто бы появился ребенок Мама всю энергию отдает ребенку, а мужчина уже как будто бы не при делах, и у нее нет энергии на мужчину, да, и она как будто бы подсознательно мужчину выталкивает к другой женщине И вот эту опять же ситуацию конкуренции создает, да, то есть это второй вид треугольника А третий вид треугольника, когда третьим партнером становится, например, мама мужа И все то, что девушка не отработала в отношениях со своей мамой, да, вот эти вот ситуации конкуренции, влияние, отделение Они уже отрабатываются в отношениях со свекровью Ну вот такие вот ситуации, конечно же, смотрите, ситуации много разных, но на самом деле, когда начинаешь разбираться с этим Очень часто мы приходим к выводу и приходим к пониманию, что все они связаны именно с дисгармониями в родительской семье у человека, да То есть и пока не будет отработано, не будет вот это вот дисгармоничные привязки, травмирующие какие-то опыты И когда не будет восстановлен энергетический поток в нашем пространстве должным образом То вот эти ситуации вновь и вновь будут в жизни повторяться, да, то есть и для того, чтобы это изменить, конечно, нужна какая-то внешняя сила, да, то есть нужна энергия Почему? Потому что пока мы находимся в самой системе, мы это изменить не можем, да То есть для того, чтобы изменить систему, нужен внешний наблюдатель или внешний какой-то поток энергии, который эту систему изменит на уровне энергии На уровне сознания мы можем понимать, что не все в порядке, мы можем понимать, что, например, у меня с мамой дисгармоничные отношения Мы можем понимать, что мама ведет себя как капризный ребенок, это неправильно, да, и у нас внутри вот так вот все может переворачиваться Но сделать мы ничего с этим не можем Пока мы на уровне энергии не встанем в правильную позицию ребенка, да, пока мы не примем маму как взрослую, не разглядим не ее взрослую именно вот эту часть У нас вот эти вот ситуации будут повторяться вновь и вновь, и мы как будто бы будем отдавать всю энергию назад, вот именно в родовые переплетения в нашей родительской семье И, конечно же, всегда были какие-то, может быть, духовные учителя, да, у людей, которые позволяли им выходить из этих вот семейных привязок, да, поскольку вот привязки энергетические в семье, они возникают сами собой, да То есть мы находимся в одном поле со всеми нашими близкими, мы взаимосвязаны И чтобы это изменить, да, всегда были, или, может быть, духовные какие-то учителя Или я говорила о том, что вчера, например, в христианстве ребенка в семь лет уже водили в церковь на исповедь, да, то есть он мог прийти к человеку, который не относится к семейной системе К постороннему человеку, да, и получить поддержку, выговориться, да, то есть получить внимание, получить какую-то молитву, благословение, да, тоже энергетический такой процесс Не это все важно, а в Советском Союзе Бога не было, да, то есть мы, многие были лишены, да, вот этой вот энергии Ну, не так давно, да, мы все стали этим заниматься, согласитесь И вот именно то, что позволяет быстро, да, перестроить этот процесс, это, конечно, поток энергии, да, в это пространство Вы знаете, также работа с психологом, с человеком извне, да, помогает, вот, менять свою семейную систему Но психология, она работает очень по-разному, очень разные методы есть, которые работают именно с семейной системой И очень часто здесь нужно смотреть не на то, сколько дипломов у психолога, да, в каком методе он работает А недавно проводили исследование и выяснили, что большое значение для успешной, да, терапии, для успешного изменения Именно семейная система имеет личность, да, терапевта, то есть то, с какой силой, с какой энергией человек работает Вот такой вот секрет, на самом деле я знаю, что очень многие, ну, люди сейчас уже понимают, что важна именно не просто логика, да, понимание каких-то процессов А важна энергия для того, чтобы вот ситуации в своей семье, в своей семейной системе изменить Если вам это откликается, добро пожаловать на курс Родовой поток Ссылочка есть в шапке моего профиля Если есть какие-то вопросы, может быть, по вашей личной ситуации, вы можете мне их написать лично, если не хотите при всех их обсуждать в директ Но были вопросы по поводу того, как будет курс проходить Смотрите, курс начинается 2 сентября В приложении Телеграма, то есть в удобном формате, вы можете, как только проснулись или идите на работу, слушать, например, лекции В удобное время, да, делать специальные упражнения энергетические, которые вот выстраивают ваш энергетический статус, да, выстраивают ваши вот эти внутренние энергетические структуры У нас будет очень много энергетических процессов, процессов тета-расставления Будут процессы принятия именно энергии своего рода, да, мы будем делать также регрессию, именно погружение в прошлые жизни, да, чтобы убрать блоки наших энергетических потоков, да, которые могли быть Мы будем тестировать, какие блоки есть, какие нет, да, и будем исцелять вот эти вот энергетические потоки в нашем пространстве То есть будет очень много работы, работы очень интересной Добро пожаловать на онлайн-курс «Родовой поток», да, ссылочка в моем профиле, да, то есть там подробно написано описание курса И это первый этап из трех курсов «Ваш безграничный потенциал», да, потому что мы можем раскрыть свое предназначение, построить взаимоотношения любящие, да, то есть раскрыть себя в отношениях Или добиться какого-то успеха, реализовать себя, выполнить свою миссию Только если мы убрали вот эти вот энергетические привязки, которые тянут нашу энергию назад, которые забирают наши силы и не позволяют нам реализоваться Я желаю вам реализации, желаю вам наполненности, желаю вам энергии в вашей личной жизни, да, то есть в успехе И, конечно же, энергия это и здоровье наше И я, наверное, сегодня в сторис выложу ссылочку на эфир, я его проводила зимой, по-моему, там я говорила о том, как родовые переплетения влияют на нашу психосоматику Прежде всего на спину, на позвоночник И вы там тоже можете протестировать себя, да, потому что, ну, они в принципе влияют на наше здоровье, да, но на позвоночнике это просто очень так ярко отражается, да То есть если у нас есть какие-то искажения, то позвоночник обычно это все очень четко показывает И там будет медитация также для исцеления позвоночника, вы можете попробовать энергетические процессы, которые мы будем делать на курсе Но, конечно же, если вам важно, да, проработать со своей семейной системой, проработать с собой, то добро пожаловать на онлайн-курс Родовой поток И там будет очень мощная работа сделана, которую вы будете делать не только для себя Но, как я рассказывала вчера, когда мы сами меняемся, когда мы наполняем свое пространство, да, именно этой энергией Мы автоматически выходим вот из этих всех переплетений, да, энергетических, родовых То в этом случае наши близкие начинают получать эту энергию Мы будем на курсе делать много медитаций для исцеления рода И тогда у наших близких, у наших родителей, да, у наших детей, у наших партнеров меняется жизнь На этом есть очень много примеров Я обычно не пишу, да, о том, что, ну, происходит на курсе, да, может быть, попробую несколько результатов в ближайшие дни выложить Но результаты очень мощные И почему? Потому что мы работаем с самой основной причиной многих проблем, о которой не говорят, да Мы с ней будем с вами работать Давайте я прочитаю вопрос В результате родовых переплетений может ли возникнуть пограничное расстройство? Пограничное расстройство, оно может по разным причинам возникнуть Оно может возникнуть и... Вы знаете, давайте я так отвечу Если у человека возникло какое-то заболевание, то причин здесь может быть несколько Вот, например, я недавно работала с девушкой У нее аутоиммунное заболевание щитовидной железы Я вот так вам отвечу, да, просто недавняя такая работа была И когда мы с ней работали Мы первое, с чем, первая ситуация, которая всплыла Это, конечно же, взаимоотношения с мамой, да, то есть детские травмы всплыли Дальше у нас возникла одна ситуация с прадедушкой, да, то есть генетические программы возникли, да, когда он не мог себя защищать Пострадал в ходе революции, мы исцеляли вот на уровне генов вот эту ситуацию А потом возникла ситуация еще с более дальним предком Мы тоже генетическое, то есть генетическое убеждение мы прорабатывали То есть там был предок забыт, исключен, у нее, оказывается, было родовое переплетение, да, с этим предком А предок не мог выражать себя, не мог говорить И когда мы это все исцелили, то, ну, на самом деле мы поняли причину, да, почему в ее жизни возникали вот эти все ситуации И у нее вот наступило это облегчение щитовидной железой Но опять же врачи нам говорят, что это связано с тем, что не хватает каких-то микроэлементов Йода, например, да, не усваиваются какие-то микроэлементы в нашем пространстве Это тоже так То есть причин на самом деле очень много, да, то есть начинает физиологических, да, нехватки каких-то микроэлементов Нарушения гормонального статуса, да, то есть какие-то депрессии, сложные ситуации, травмирующие события в жизни Заканчивая родовыми переплетениями с мамой, да, с папой, заканчивая родовыми травмами и так далее На самом деле у меня тоже была проблема с щитовидной железой, а то иммунное заболевание, да, то есть давно с детства эти проблемы у меня обнаружились И когда я исцеляла вот эту ситуацию, у меня была совершенно другая причина У меня были проблемы в прошлых жизнях, да, за которые моя душа как будто бы наказывала себя, да, вот именно проблемами с щитовидной железой, да То есть я делала регрессии для того, чтобы исцелять эти ситуации И сейчас с моей щитовидной железой, вот с этого, слава богу, все в порядке Я писала об этом в прошлом году, что у меня уже, ну, длительное время нормальные анализы, да, то есть я не пользуюсь никакими гормонами Хотя мне говорили раньше, что я должна их постоянно пить, вот, и как бы, ну, анализы говорят о том, что все в порядке Соответственно, если у человека пограничное расстройство, то нужно его сканировать, смотреть, с чем это связано И это может быть связано и опять же с нехваткой, да, с нарушением гормонов, да, с нарушением обмена веществ, да, в том числе с депрессиями, с травмирующими какими-то событиями в его жизни И, конечно же, это генетические вещи, да, то есть могут быть, скорее всего, какие-то системные заболевания, да, то есть когда мы говорим, ну, именно о проблемах с психикой, да, то есть с заболеваниями такими То здесь речь идет именно о семейной системе тоже, то есть, скорее всего, там нужно смотреть именно на род в целом Не только маму с папой, да, нужно смотреть, ну, не только взаимоотношения с мамой и с папой, а, скорее всего, в роду были люди, которые были забыты, исключены Нужно смотреть, может быть, были вот тоже предки, у которых были какие-то психические заболевания, и о которых не говорили, стеснялись об этом сказать И вот это вот тогда таким образом может передаваться просто по роду, ну, с одной стороны С другой стороны, может быть, у этого человека в прошлой жизни были какие-то травмы, и сейчас его душа проживает этот опыт, да, вот именно, который начался еще в прошлых жизнях Мы этого не знаем, да, то есть тут нужно работать, сканировать и смотреть, это уже в процессе личной сессии проявляется Но если это ваш близкий родственник, и вы рядом с этим человеком живете, то наверняка вам очень сложно, да, бывает в этих ситуациях, да, то есть, ну, взаимодействовать Ну, я здесь сейчас не сканирую вас, да, я просто говорю вот то, что приходит на ум, какие мысли по этому поводу Когда вы начнете работать с собой, да, то энергетически очень часто у близких родственников тоже меняется ситуация в лучшую сторону Но опять же, если у человека серьезное заболевание, его должен лечить врач, да, то есть, помимо того, что мы с вами будем делать на курсе родовой поток К врачу тоже нужно обращаться с заболеваниями, выполнять рекомендации врача, да, то есть, мы ни в коем случае не занимаемся именно лечением, чего бы то ни было, да, то есть, мы просто наполняем энергию И это приводит к исцелению, это может привести к исцелению, может не привести, человек может принять это исцеление, может не принять по разным причинам, да, то есть, опыт у души может быть такой Почему? Потому что заболевание, оно чему-то учит, оно что-то создает в нашей жизни, и она, болезнь, она не только на этого человека влияет, она влияет на его родственников, да, то есть, на семейную систему И это с чем-то связано, и, то есть, если можно обойтись без болезни, да, то есть, если душа поймет, как это сделать, и в результате работы мы можем, ну, и с онкологией есть результаты исцеления, и с серьезными какими-то заболеваниями мы тоже работали Но, опять же, это может быть, может не быть, это уже в индивидуальном контексте нужно смотреть Добро пожаловать на курс «Родовой поток», подробная информация в шапке профиля Буду рада вас видеть на курсе, буду рада вашим вопросам Я немножко не закончила про то, как будет курс строиться, да, наверное, подробно об этом не рассказала То есть, в приложении Telegram, да, будут эти все процессы выкладываться В течение месяца мы с вами работаем, 4 недели, то есть, информации очень много, вы можете выполнять ее вот вместе с потоком, да, вы можете идти в своем режиме Вы можете делать процессы тогда, когда у вас на это есть время И плюсом я сама лично работаю в общем чате с вами, я отвечаю на все вопросы Лично я поддерживаю энергетически, да, то есть, дистанционно по запросу могу как-то помогать, да, если что-то, ну, вам требуется, да, в каких-то ситуациях Но обычно сами все справляются, да, просто какие-то, если возникают ситуации, вопросы, то я поддерживаю не только, ну, информационно, но и энергетически своих учеников, студентов Поэтому добро пожаловать на курс, будем знакомиться, общаться, исцеляться и развиваться На самом деле, цель курса «Родовой поток» прийти именно к некому такому полноценному взрослению У нас с вами будет там целая тема архитектура зрелой личности И тема о том, как действительно стать поистине цельным взрослым человеком, да, у которого в балансе все вот эти три части, о которых я рассказывала вчера и сегодня И именно в этой позиции, да, когда у нас все в балансе, именно в этой позиции мы можем принимать энергию творческую, да, то есть творческий поток Мы можем реализовывать себя, желания нашей души, мы можем реализовывать миссию нашей души Мы можем раскрыть безграничный потенциал нашей души И это такая очень мощная и сильная работа Приглашаю вас на курс И спасибо за ваши вопросы, за ваши сердечки, за ваше внимание И до новых встреч Друзья, в ближайшие дни, да, тоже буду проводить эфиры Пока не готова сказать время, ждите объявления Может поставите напоминалки, да, то есть я или в сторис буду писать об этом, либо в постах И в сторис, вот вчера, сегодня выкладывала медитации исцеляющие И, наверное, в ближайшее время тоже выложу медитацию Медитацию для исцеления спины и позвоночника Хорошо, желаю вам здоровья, успехов и до новых встреч!